здравствуйте друзья с вами павел вот сегодня рассказать я хотел бы вот об такой вот серво машинке серво привод его по-разному надувают модель sg90 вот у него шло в комплекте лопасти вот таки такого вида еще просто не крестообразные прямоугольные из с одним значит что так вообще серво привод но это моторчик можем вот так назвать но единственное отличие от обычного моторчика который там на машинке да у него есть управляющий еще провод то есть он не просто едет там вперед назад точнее крутит в одну сторону и в другую до при смене полярности вот у него плюс минус совершенно одинаковый вот и третьим проводом он программируется до куда ему надо двигаться с такой скоростью и так далее вот я его заказал ну естественно в принципе можно да из него сделать вот как у меня есть давнишняя мечта еще с детства делать роборуку но естественно я пока в этом не силен в программировании мне до этого очень далеко вот но я хотел бы вам показать как его подключил кардуина вот и плюсовал его с датчиком ас и аш и в общем до ультразвуковым дальномером ты уже забыл модель и суть в том как он должен работать то есть я ну давайте вам покажу лучше чем объяснить значит смотрите что я сделал подключил сервопривод важно знать когда что вот у этой данной модели у нас черный провод коричневый это земля красный провод если вот так посмотреть поближе красный провод это у нас плюс раньше провод управления вот подключил его значит ардуинки у нас будет ардуино надо вот провод короткий не могу показать поближе и подключил ультразвуковой дальномер что должно происходить вот смотрите а то есть как я руку подвигаю видите у нас сервопривод двигается отпускаю он надо так ходит чем ближе руку подставляю тем он ближе крутится вот руку убрал не двигается до начинаем подносить тут потихонечку начинает двигаться не устойчиво стоит дайте рукой поставлю вот таким образом работает ну что же давайте перейдем на компьютере вам покажу скетч как он должен работать будет средства по подключению какой куда к пинам вот мы перешли на компьютер я подключал к ардуино надо вот но скетч абсолютно не меняется вот что у нас что клана везде у них хочет одинаковый просто немножко контакты по-другому стоят вот я такую схему скачал чтобы на ней показать что я куда подключал так ну смотрите сейчас вот она схемка вот он у нас ком порт ком порт у нас скетч у меня все крыша поехал вот что тут у нас интересного вот объявлены у нас пины куда что подключается но тут еще вот есть лет пин 13 на на 13 пина нет у него свои светодиоды поэтому он управляет просто своим светодиодом так ну что ж у нас смотрите вот эти вот это это объявляется у нас пины на датчике с я понял аж си их сейчас я точно вам скажу аж сейсер 0 4 вот то есть у нас есть там два пина тринк и эхо вот следует на тринк у нас на девятый порт эхо у нас на восьмой порт подключается вот сейчас я вам так ну что ж повторюсь вот тринк на девятый порт эхо на восьмой то есть если вот картинку я открыл вот он у нас датчик то есть вот он тринк вот у нас значит тринк это у нас на восьмой портинг на девятый эхо на восьмой вот она ардуинка наша сама значит сюда мы подключаем тринк вот на д9 а на д8 мы подключаем эхо только ни в коем случае не путайте с вот этими а1 а2 это совершенно другие это аналоговые вот они нам не нужны они тут не задействованы то есть я сначала вообще с ними перепутал потому что с ардуино еще особо не знаком вот но нужно именно вот на эти посадить значит далее лед пин разобрались то что у нас на 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 если посмотреть тут тринадцатого порта а вот он сейчас подойдите тринадцатого порта здесь нету здесь д12 заканчивается вот хотя вот он есть блин значит я перепутал значит можно процент диод подключить плюсом на д13 минусом на землю ну вот подключаем еще диод и сервопин у нас одиннадцатый сервопин одиннадцатый то есть это провод как я вам уже сказал оранжевый он на одиннадцатый порт то есть на д11 подключается вот все подключаем по скетчу правильно далее у нас тут получается объявляется что входной что выходной наши переменные вот далее у нас тут вот написано все подается импульс на вход тринг дальнометра равный десяти микросекундам вот замеряем длину импульса пересчитываем в сантиметры вот если дистанция менее четырех сантиметров серва в положении ноль градусов то есть она дальше не двигается вот ждем одну секунду следующий импульс ноль одну секунду следующий импульс может быть излучен только после исчезновения эха от предыдущего это время называется период цикла вот то есть вот ссылочку на этот скетч я вам оставлю в принципе задумка прикольная да вот таким вот образом заниматься вот подключать сервопривод вот заодно разобравшись в коде поменяв тут пины допустим для работы спинами поменяв тут значение каких формул у вас наверняка по другому будет все это двигаться ну что ж ссылочку на скетч я вам оставлю вот подписывайтесь на канал и кому понравилось видео ставьте лайки вот что он еще рассказать я вам скажу так вот ардуино я купил да это не настоящая да это китайская подделка стоит она 100 рублей если не меньше вот реально а польза от нее и вот сколько скетчей не находил в интернете да просто копипастил их и все замечательно работало то есть не надо не надо совершенно ничего знать в программировании чтобы пробовать с ардуино что нибудь делать вот и главный китайская поделка казалось бы да может быть код немного другой был или что то еще нет совершенно все точно так же единственное драйвера надо поставить другие все остальное все работает поэтому ребят кто занимается ардуино точнее не занимается ардуино кому интересно это и как бы ну как это назвать жидит не жидит да жалко ему 100 рублей но это не серьезно да особенно молодое поколение подрастающие если бы я в свое время лет так в 16 этим начал заниматься да в 14 когда я начинал электроникой заниматься всякой вот это просто невероятная польза невероятный невероятное поднятие скилла вот поэтому обязательно я ссылочку в описании оставлю заказывайте ребят потому что это реально крутая штука вот в дальнейшем еще датчики будут разные проходить я буду попробовать какой нибудь термометр сделать удаленный еще что нибудь то есть будет у меня количество видео только расти вот и постараемся вместе с вами все это разбирать вот если есть какие то вопросы оставляйте в комментарии так ну что ж всем удачи добра пока пока